К нам присоединяется кандидат политических наук, эксперт-международник. Станислав, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер, студия. Станислав, переговоры с делегациями каких стран, по вашему мнению, можно назвать самыми сложными? Ведь мы знаем, что Саудовская Аравия удалось за стол переговора, за один стол посадить разные страны с неоднозначным отношением к этой войне, но это чтобы не говорить про российскими странами, да? И каких результатов удалось достичь украинской делегации? Действительно, в рамках встречи в Джеде, парализации украинской формулы мира, состоялось более 30 встреч с участием разных представителей из разных регионов мира. И мне кажется, что самое главное, что тут не только были представители, к примеру, западных государств, которые лучше понимают, что такое агрессия Российской Федерации и нас всецело поддерживают, но также и были те страны, которые еще не так давно, скажем, были либо в близких отношениях с Российской Федерацией, либо дистанционировались от российско-украинской войны. Но теперь мы видим, что при таком количестве делегаций и при такой количестве встреч Украина действительно смогла донести всему миру, что такое из себя представляет война, которую развязала Россия, какой сейчас есть Россия времен Владимира Путина. Ну а также она смогла донести свое видение, как закончить эту агрессию и как воплотить ее мирный план в жизнь после окончания уже боевых действий. Ну, конечно же, очень важными были и встречи с союзниками, например, с советником по вопросу национальной безопасности президента США Джейком Сальваном, так как мы должны понимать, что каждая подобная встреча дает нам возможность дальше координировать усилия с теми партнерами, которые нас сильно поддерживают в противостоянии с Россией, которые всецело нам предоставляют различные виды помощи, начиная от экономической, заканчивая военной. Поэтому тут нужно было держать дальше очень, скажем, малую дистанцию с нашими партнерами, чтобы вместе вырабатывать новые решения и возможности, которые приведут Украину к победе. Те страны, которые, как я уже говорил, были на долгой дистанции от Украины, они присутствовали, так часто с ней и Китайская Народная Республика, Индия, ряд стран Ближнего Востока. Вот как раз саммит в Джейде дал возможность сократить тоже дистанцию с ними и донести наше видение ситуации, и также, чтобы эти страны могли уже адекватно иметь адекватное представление о том, что происходит, ну и делать из этого выводы и в конечном итоге также вносить свою лепту в том, чтобы Украина как смогла победить в этой войне, так и отстроить ее после того, когда завершатся, собственно говоря, уже завершатся боевые действия, и Украина будет, скажем, нуждаться в экономической, финансовой и другого вида помощи. Поэтому я думаю, что в этом тоже заключалась идея этой встречи в Саудовской Аравии, и я думаю, что последующие такие саммиты также смогут не только иметь возможность контактировать со своими союзниками, но и теми новыми еще участниками, которые смогут принять участие, и такими общими усилиями мы сможем быть хорошо подготовлены уже к глобальному саммиту мира, который, надеюсь, состоится все-таки в этом году, и это уже будет очень большой и существенный прорыв для украинской дипломатии, но и для всего прогрессивного сообщества. Санислав, а как вот по-вашему, на каких моментах сейчас после саммита в Саудовской Аравии Украине нужно сконцентрироваться для того, чтобы хорошо подготовить площадку для этого саммита мира? Ну, тут стоит понимать, что каждые страны, которые участвовали на встрече в Джиге, имеют свои интересы, и к каждому такому государству нужно иметь особый подход, поэтому украинская сторона действовала продуманно, и с каждым таким представителем были свои переговоры со своими особенностями, и я думаю, что в этом ключе нужно продолжать в дальнейшем работать. Ну, к примеру, если мы имели встречи с представителями стран глобального юга, то, конечно же, мы должны на данном этапе акцентировать на том, что именно мир в Украине даст возможность восстановить поставку продовольствия в эти страны, потому что мы видим, как Россия не соблюдает свои соглашения, разрывает договора, и это пагубно влияет на продовольственное состояние многих стран. Поэтому я думаю, что тут нужно делать акцент именно на этом. Если говорить с нашими западными партнерами, то мы тут должны поднимать вопросы, как дальше, скажем, противостоять агрессии, как после этого восстанавливать украинскую экономику, как интегрироваться в западные альянсы. То есть тут уже идет более наработанная схема, но она очень важна, потому что мы должны понимать, что союзники должны быть всегда, как я уже сказал, на близкой дистанции, и ни в коем случае их не стоит отпускать далеко от Украины, не делать так, чтобы Украина, скажем, выпадала из их поля зрения. И думаю, что этот саммит также способствовал этому. Ну и, конечно же, мы должны понимать, что на таких вот встречах вырабатывается общий консенсус того, как страны мира видят ситуацию в целом после уже окончания войны, какой будет послевоенный порядок. И я думаю, что чем больше государств мы сможем привлечь именно к таким вот мероприятиям, тем именно картина будет такова, которая будет продиктована на этих саммитах. И, естественно, это уже будет не тот миропорядок, когда, например, Российская Федерация чувствовала себя волюготно и, скажем, инициировала разные такие, скажем, такую политику, которая вредила как ее соседям, так и всему мировому собственству. Ну, из-за чего, собственно, мы и пришли к тому, что в конце концов режим Владимира Путина, скажем, объявил войну как Украине, так и, скажем, и всему цивилизованному миру. И поэтому мы должны доносить, что следующая стадия развития международных отношений это уже будет не та, которая была, скажем, после падения Советского Союза до полномасштабного российского вторжения. И тут также в этом контексте стоит поднимать вопрос реформирования организации объединенных наций, чтобы делать все возможное, чтобы Россия уже не имела такого, скажем, влиятельного голоса, который она имеет до сегодняшнего дня, и в частности в контексте ее пребывания в Совбезе ООН. Поэтому тут тоже стоит работать. И я думаю, что на таких вот встречах также будет вырабатываться видение именно в контексте уже глобального мирового порядка. Ну и также мы должны понимать, что есть еще много наших задач, которые мы должны, скажем, выполнять в контексте нашей работы на двусторонних основах, например, с соседней республикой Польши или других стран региона. Нам это очень важно, особенно также в контексте наших зерновых возможностей, чтобы можно было нашу сельхозпродукцию пока до мирного урегулирования ситуации можно было реализовать на внешней рынке. Поэтому тут, скажем, такие встречи есть очень многогранными, и они дарят очень много возможностей. И чем больше стран присутствует, соответственно, тем таких возможностей становится больше. Ну а маневров для Российской Федерации становится все меньше и меньше, так как все уже начинают потихоньку привыкать к тому факту, что России уже нет за столом переговоров. Я не говорю, что это хорошо, что какое-то государство не присутствует, но это будет важный сигнал для Кремля, что его пагубная и разрушительная политика приводит российское государство к изоляции, к изоляции, и в конце концов от этого будет страдать лишь сама Россия и ее граждане. Ну и одной из главных задач украинской дипломатии остается жесткое отстаивание мирного плана Зеленского, мирного плана Украины. И вот некоторые СМИ после переговоров в Джиде, как по заказу Кремля, я имею в виду западные СМИ, начали раскачивать тему уступок, на которые Украину якобы вынудили пойти в Саудовскую Аравию. Сегодня в офисе президента опубликовали документ философии мира, который обсуждали в Джиде. Вы увидели в нем следы этих уступок? Я думаю, что эти скиды делаются не зря. Я думаю, что там также может быть где-то российский интерес и российское влияние. И об таких уступках мы уже слышим не первый месяц. Ну, это все понятно, потому что есть такие страны, даже наши партнеры, которые все еще надеются на то, что мир вернется до состояния, имеется в виду до полномасштабного вторжения России в Украину. Но я хотел бы сказать, что такого уже не будет. Будет совсем, как я уже сказал, другой мировой порядок. И Украине нужно хорошо работать с такими вот странами, где есть еще такие колебания. Поэтому я и сказал, что нужно держать короткую дистанцию даже с нашими западными партнерами, которые могут иметь свое мнение. Особенно тут можно учитывать различного рода политическую конъюнктуру, включая выборный процесс и тому подобное. Поэтому это также является очень большой задачей для украинской дипломатии. И я думаю, что в дальнейшем мы также будем работать в том ключе, чтобы подобных, скажем, заявлений или подобных инициатив некоторых стран не было. А все действительно воспринимали именно украинское видение, украинскую формулу мира президента Владимира Зеленского. Потому что она есть наиболее, скажем, прагматичная и логичная. В отличие, например, от тех же самых мирных инициатив, к примеру, Китая или тех стран, которые к нам приезжали, имеется в виду представители стран африканского континента, они, скажем, не совсем соответствовали нашим интересам. А наша формула, которая поддерживает все больше и больше стран, она есть та, которая должна лечь в основу мирного договора между Украиной и Россией. Но это не должно быть для нас договором уступок. Это должен быть справедливый документ, потому что именно на нем будет базироваться тот новый мировой порядок, о котором я только что говорил. Спасибо вам большое за ваши ответы, за вашу точку зрения, за аналитику. Станислав Желиховский, кандидат политических наук, эксперт-неждународник, был с нами в прямом эфире канала «Фридом». Спасибо. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. «Фридом» в Телеграм, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Телеграм в описании.